Напоминаю нашим телезрителям, в эфире вечерние новости. Меня зовут Наталья Бастрецкая и я сегодня веду этот выпуск. Рассказываю о главных событиях, мы продолжаем. Госсекретарь Антони Блинкин и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приехали с совместным визитом в Украину. В Киеве Блинкин и Лэмми встретятся с президентом Владимиром Зеленским и чиновниками из правительства. В официальном сообщении Госдепартамента, предварявшем поездку, говорилось, что в ходе визита будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе. Визит проходит на фоне сообщений о том, что США готовы снять запрет на использование американских дальнобойных ракет для ударов по территории России. Киев просил об этом на протяжении многих месяцев. До сих пор Вашингтон отказывался. Президент Байден 10 сентября подтвердил, что в Белом доме прорабатывается этот вопрос. Сын главного раввина Украины, Машерова Асмана, погиб на фронте. Об этом сегодня сообщил в соцсетях скорбящий отец. Дословно, Матитьяго Самбурский погиб, защищая Украину, в рядах ВСУ. Прощание с ним состоится в центральной синагоге Киева. Семья раввина усыновила Антона в 2002 году, когда ему было 11 лет. Рэба Асман дал ему еврейское имя в честь лидера восстания Маковеев. У Матитьяго осталась жена и маленькая дочь, которая родилась в мае этого года. Его призвали в армию через неделю после рождения ребенка. В Умане начали подготовку к возможному приезду хасидов на празднование еврейского Нового года Рошашана. В то же время паломникам рекомендуется воздержаться от поездки из-за войны. Об этом написал в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Игорь Табурец. Регулярные российские атаки и поражение гражданских объектов не просто страшилки, а украинская обыденность. К сожалению, написал Табурец. Несмотря на предостережения, местные власти не исключают, что паломники таки прибудут. В связи с этим в городе усилят меры безопасности. Во время паломничества на месте будет работать оперативный штаб, а сейчас городские службы прорабатывают комплекс мер для улучшения ситуации с безопасностью. Ключевой приоритет не изменен. Безопасность местных жителей и приезжих, подчеркнул чиновник. В этом году Рошашана выпадает на 2-4 октября. Последние два года, несмотря на войну в Украине, десятки тысяч хасидов не изменили своим традициям и отмечали еврейский Новый год в Умане. Мэр Ивана Франковска Руслан Марцинкев заявил, что языковые инспекторы, о появлении которых он говорил накануне, не будут наказывать за употребление русского языка в городе. Градоначальник утверждает, что люди выступают за популяризацию курсов по изучению украинского. Марцинкев заявил, что в случае выявления употребления русского языка на улице инспекторы будут делать замечания и призывать разговаривать на украинском. Что будет, если люди откажутся это делать, он не уточнил. Мэр добавил, что если в ответ будут проявления агрессии, необходимо будет вызывать полицию. Вчера чиновник объявил, что в Ивано-Франковске появятся языковые инспекторы. По его словам, в городе стало больше русского языка. Израиль предлагает предоставить главарю Хамас Яхи Сенвару безопасный выход из сектора газа в обмен на освобождение заложников и отказ от контроля над сектором, заявил уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш в интервью Bloomberg News. Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации, дорадикализации новой системы, которая будет управлять газой, отметил Хирш. По его мнению, Хамас до сих пор диктует условия, а не ведет переговоры. По данным открытых источников, Нью-Йорк тратит на иммигрантов около 10 миллионов долларов в день. Мэр Рик Адамс на днях прямо заявил о готовности отказаться от статуса города-убежища. Закон, запрещающий НВПД и Департаменту исправительных учреждений делиться информацией и направлять задержанных нелегалов в ВАИС, был принят 10 лет назад, в 2014-м. На пресс-конференции Адамс выступил против законов, которые дают городу статус. Убежище, правда, касается это в основном тех, кто нарушает закон. Адамс рассказал, что он недоволен тем, что закон не позволяет координировать работу с иммиграционной полицией. Отменить закон может горсовет, но в целом прогрессивный в своих политических предпочтениях законодательный орган Нью-Йорка пока никак не проявлял желание отменять статус города-убежища. Представители Legal Aid Society раскритиковали мэра Адамса. Они заявили, что законы города об убежище защищают законопослушных, незадокументированных эмигрантов от депортации. Ученые приблизились к разработке сверхточных ядерных часов, которые будут еще точнее, чем атомные часы. Создание ядерных часов поможет не только по-другому посмотреть на время, но и по-новому исследовать структуру Вселенной. Надежность и точность атомных часов намного выше, чем у обычных, которые идут благодаря вибрации кварцевых кристаллов. Атомные часы уже много лет используют в навигации, исследовании космоса и в международном времени. Этот тип часов работает настолько точно, что ошибка в одну секунду накапливается в них за 2,5 триллиона лет. Точность и стабильность атомных часов уже дали ученым важные инструменты для изучения землетрясений. Ядерные часы вкупе с атомными могут также помочь в изучении темной материи, субстанции, которая составляет 80% пространства Вселенной, но которая никогда непосредственно не измерялась. Ядерные часы будут стабильнее и точнее атомных, а еще их можно будет легко носить с собой. В отличие от атомных, им для функционирования может не потребоваться специальных условий, таких как экстремальное охлаждение или мощная защита от магнитных и электрических помех. Жутко громко и запредельно близко. 23 года назад совершен самый крупный в истории человечества теракт. В результате атак погибло более 3 тысяч человек. Около 6 тысяч было ранено. Еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных, полицейских. 12 сентября 2001 года, на следующий день после трагедии, тогдашний президент Джордж Буш выступил с телеобращением к нации. Он заявил, что отдал приказ об использовании всех ресурсов разведки и правоохранительных органов для поиска и наказания организаторов терактов. По его словам, террористы стремились породить хаос в Америке, но сделать им это не удалось. По меньшей мере, 45 тысяч гражданских лиц и сотрудников Департамента внутренних дел, полиции Нью-Йорка и Порт-Ассорите страдают от как минимум одного вида рака. Эта цифра превышает количество жертв самой трагедии. Согласно данным CDC, основную массу заболевших составляют люди, которые жили, работали или учились в Нью-Йорке во время трагедии и в последующей неделе. На 31 марта этого года насчитывалось почти 28 тысяч человек, страдающих от как минимум одного физического или психического расстройства, связанного с взаимодействием пыли, дыма и травмирующих событий. Это число не включает примерно 400 тысяч человек, которые находились в районе трагедии и подвергались воздействию токсичных веществ, а также испытывали физические и эмоциональные нагрузки в течение нескольких дней и месяцев после атак. Главврач FDNY пожарного управления Нью-Йорка Дэвид Презент заявил, что за последние полгода около 200 выживших получили диагноз. За 23 года после трагедии FDNY потеряло 370 работников из-за болезней, развившихся после 11 сентября, что превышает число участников бригады FDNY, погибших при падении башен-близнецов. В прошлом году умерло 28 человек, и ожидается, что это число возрастет. По данным Ассоциации благотворителей полиции, ежемесячно у 10 сотрудников полиции Нью-Йорка, участвовавших в событиях 11 сентября, диагностируются заболевания, которые можно связать с этим событием. Поскольку у выживших по-прежнему часто диагностируют рак и другие заболевания, официальные лица продолжают призывать Белый дом оказать поддержку тем, кто до сих пор страдает от последствий трагедии, прежде чем эти события станут еще более отдаленными в памяти. Вот пример, который я вспоминаю. Одна из моих любимых исполнительниц, королева диско Дона Саммер, на американский манер Дана Саммер, ушла от нас в 2012 году из-за рака гортани, из-за рака, простите, легких. Она никогда в жизни не курила, но незадолго до смерти призналась, что винит в своей болезни события 11 сентября, и ей, по ее мнению, именно пепел и пыль повлияли на развивающийся рак легких, и ее не стало в мае 2012 года. Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. И я предлагаю вам оставаться на нашем канале. Я, Наталья Быстрецкая, прощаюсь с вами ненадолго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»